В своем сообщении я вначале коснусь общих термодинамических закономерностей зарождения жизни, которые должны быть свойственны жизни в любой области Вселенной. А затем представлю фрагменты своего сценария возникновения жизни на Земле. Ключевыми параметрами природных систем в области термодинамики является энтропия, свободная энергия и информация. Соответственно, ключевые отношения – это вклад свободной энергии к вкладу энтропии и вклад информации к вкладу информационной энтропии, которая представляет собой небольшую часть общей энтропии системы. Энтропия меняется в ходе встречных, универсальных, самопроизвольных и несамопроизвольных процессов. Самопроизвольные процессы идут с ростом энтропии, они идут по энергетическому градиенту и уменьшают его, в то время как снижение энтропии происходит в ходе несамопроизвольного или сопряженного процесса, который требует для своего протекания затрат энергии. Здесь показаны примеры, простые примеры соответствующих процессов. Рассмотрим в этом контексте основные типы природных систем. Небиологические системы, обладающие так же, как и биологические избытком свободной энергии по отношению к окружающей среде, это звезды, активные планеты, магматические и гидротермальные системы. Все эти планеты рассеивают свободную энергию в окружающем пространстве, в отличие от биологических систем, которые, наоборот, концентрируют их за счет извлечения из окружающей среды. Это показано на общем графике. Небиологические системы, поток свободной энергии направлен в окружающую среду, процесс в целом самопроизвольный, то есть энергия переходит из области, где ее мало, в область, где ее много. Соответственно, биологические системы, поток направлен в противоположном направлении, это не самопроизвольный процесс, и свободная энергия переходит из области, где ее мало, в область, где ее много. Вот эти вещи являются известными, однако никто из ученых, работающих в области происхождения жизни, не обращает достаточно внимания на тот очевидный факт, что возникновение жизни означает преобразование предбиологической микросистемы, которая может иметь любой состав, в систему, которая в первичную форму жизни, которая существует по негентерапийным принципам, в которой существует дефицит энтропии, и вот этот переход, он не может быть осуществлен самопроизвольно, революционным способом. Этот переход требует термодинамической инверсии, поскольку происходит разворот потоков свободной энергии, и, соответственно, этот переход должен быть осуществлен в виде скачкообразного перехода и требует для своего перехода затрат энергии. Особенность такого перехода заключается еще в том, что здесь существует негентерапийный термодинамический барьер, поскольку эта система биологически является энергетически не скомпенсирована, в отличие от систем небиологических. Это означает, что в ней превалируют несамопроизвольные или сопряженные процессами над основными, а в обычной природе сопряженный процесс всегда, энергии сопряженного процесса всегда меньше, чем энергия связанного с ним процесса основного. Поэтому для такого типа перехода в системе необходим, такой переход возможен при определенных специфических условиях. Более детально это показано на следующей диаграмме. Небиологические системы вклад энтропии превалируют над вкладом свободной энергии, соответственно, в биологической системе эти отношения обратны, за счет того, что первое, существуют интенсивные обменные процессы, в ходе которых и происходит изменение баланса вклада в свободную энергию энтропии. Это значит, что сам переход должен осуществляться в условиях далеких отравновесия. Второе, избыток свободной энергии в биологической системе осуществляется за счет экспорта энтропии и импорта свободной энергии из окружающей среды. То есть в момент такого перехода должны были возникнуть энтропийные насосы, поддерживающие вот эти процессы. И третье, в биологической системе за счет такого соотношения существует надэнтропийная избыточная свободная энергия, которая не находится под давлением энтропии и, собственно, и организует всю биологическую систему вместе с избыточной надэнтропийной информацией, которая показана на более низком графике, на следующем графике. И предварительные выводы такие, что возникновение первичных форм жизни связано не просто с физико-химическим усложнением предбиологической системы, а и с ее преобразованием в другой, термодинамически другой, негэнтропийный способ организации. И второе, переход осуществляется в момент термодинамической инверсии и связан с появлением энтропийных насосов. Следующий фрагмент доклада посвящен подходу к тому, как, в каких условиях вот эта инверсия может произойти. Выше упоминалось, что условия для этого должны быть сильно неравновесными, и такие, которые протекают через дефуркацию, и такие неравновесные процессы были хорошо изучены в работах Ильи Пригожина со своими последователями. Вот общая схема такого бифуркационного перевода. Здесь уровень организации, здесь по горизонтали значение внешнего параметра, ответственного за состояние системы, допустим, температура. При исходном значении параметра система находится в равновесном состоянии, вот ее область равновесия. Если внешний параметр меняется сильно, то система должна перейти в какое-то новое состояние, соответствующее этому значению, через точку бифуркации, в которой происходят непредсказуемые изменения, которые, собственно, определяют дальнейшее направление развития системы, или более упорядочное, или менее упорядочное. Вот в рамках инверсионной концепции, о которой я говорю, вот эти исходные положения были развиты и применены к проблеме возникновения жизни. Самым интересным является тот факт, что вот только в мифуркационной области появляются в системе особые мифуркационные свойства, которые лежат в основании жизненных процессов. Такие свойства, как внутренняя гетерогенность, интенсивный обмен с окружающей средой, и оперативные явления, и так далее. Соответственно, система, любая химическая система, для того, чтобы сохранить эти свойства и иметь шанс, эволюционируя дальше на направлении жизни, она должна их так или иначе сохранить. И вот ключевой тезис такого подхода заключается в том, что такое сохранение возможно в единственном случае сбалансированных колебаний системы вокруг точки дефуркации. В этом случае внутренняя структура системы раздваивается, поскольку она как бы зависает между двумя тракторами, исходным состоянием и каким-то новым состоянием, ее внутренняя структура раздваивается, как показано здесь. И дальше, при этом, следующее, как бы более детальное отображение такой колеблющейся системы, дальше происходит, система развивается как бы парадоксальным образом, одновременно и к исходному состоянию, и к какому-то новому, продвинутому состоянию. При этом, несмотря на равенство притяжения тракторов, они являются асимметричными, что и обеспечивает в дальнейшем, после инверсии, диссиметрию, которая свойственна биологическим системам. Ну и затем в конечном итоге система постепенно делится на две особо идентичные единицы, как, собственно, и происходит в клетках. То есть, вот, идейно такой подход означает, что клетка после инверсии делится потому, что она находится постоянно вот в таком скрытом состоянии бифоркационного колебания, а такие молекулы, как РНК и ДНК, они являются просто химическими наиболее оптимальными структурами, которые использованы этой системой для в ходе ее естественного деления. ну и сам момент инверсии, как он показан здесь, предбиологическая система, когда она существует в стабильных условиях, нет внешних колебаний, то вклад энтропии в ней превалирует над вкладом свободной энергии, свободная энергия теряется, если система помещается в сильные равновесные слои, колебательные, и находится в состоянии бифоркационного перехода, то, соответственно, все внутренние реакции не протекают в колебательном режиме. При этом амплитуды этих колебаний может быть очень большой за счет непредсказуемых изменений, которые происходят регулярно при переходе системы через точку бифоркации в одну сторону или в другую. И в этом случае возможны два варианта. В один случай в системе за счет большой амплитуды возникает большой вклад энтропии и, соответственно, она быстро теряет свободную энергию. В другой, наоборот, в течение какого-то интервала времени появляется большой вклад свободной энергии, который перекрывает энтропию, выдавливая ее в окружающую среду. И в этот момент система термодинамически ограничивается от окружающей среды. Какое-то время в ней происходит накопление свободной энергии, рост внутренних энергетических градиентов, и возникает энтропийные насосы, которые выкачивают энтропию наружу. В химическом плане насосы, насосы могут иметь различную реальную природу, например, насосы, которые регулируют отношение калия и натрия в системе. Ну и теперь кратко основные фрагменты сценария возникновения жизни на Земле. Принципиальный вывод из такого подхода заключается в том, что переход к преддомогическим системам простейшим формам жизни может быть осуществлен только в среде с существенными колебаниями термодинамических и физико-химических параметров. Поэтому и при этом эти фруктуации должны быть многоуровненными. По крайней мере два уровня. Первый тип фруктуации это нерегулярные макрофруктуации, которые выбивают системы из состояния равновесия. И второй это короткопериодические регулярные микроколебания, которые поддерживают сбалансированные колебания системы вокруг точки дефукации. Вот из всех возможных потенциальных средств возникновения жизни на Земле такие условия существуют только в гидроформальных системах. Здесь показана запись давления флюида в одной скважин мутновского месторождения и видно наличие как нерегулярных макрофруктуаний давления, которые являются ключевым параметром гидроформальных систем, так и регулярные короткопериодические колебания с периодом около 20 минут. Второй важный момент заключается в том, что только в последнее время начали проводиться эксперименты по предбиологическому синтезу в условиях колебаний параметров. До этого все было в статичных условиях. Вот пример этих исследований. И в целом получается, что в данном случае колебания температуры, синтез и поливеризация органических молекул в условиях колебаний идут гораздо эффективнее, чем в стабильных условиях. Третий важный аспект это режим миграции флюида земной кори. Он может быть как непрерывным, так и прерывистым или гейзерного типа. Здесь приведен один из пример гейзерного режима излияния флюида, показанное период излияния и паузы между ними. И на этом основном предлагаем механизм концентрации органического вещества. Здесь трещина или система трещин, по которым поднимается флюид с небольшим количеством органического вещества. Затем эта трещина закрывается, органика начинает накапливаться под подушкой и после вновь открытия трещин она выбрасывается вверх и формирует кластер или ассоциацию взаимодействующих органических микросистем, которые взаимодействуют с силой проливаний параметров с силой конвекции и такая система неравновесная является гетерогенной и способной к специализации. Вот именно такой пластик рассматривается мной в качестве прообраза прокариотной микросистемы вернее прокариотного сообщества и следствие из этого такое, что именно сообщество микроорганизмов, а не один очень микроорганизм является минимальной самодостаточной единицей жизни. Это совпадает в частности с концепцией Георгия Заварзина, который на основе уже изучения реальной микробиоты пришел к выводу, что запуск биогеофинических циклов может быть осуществлен только через взаимодействие разных групп организмов. Ну и кратко дальше сам процесс развития предбиологических микросистем происходит в ходе миграции флюидов к поверхности на фоне снижения температуры и давления, рост ополиодизации, постоянной рекомбинации вследствие сочетания флюктуации параметров и направленного изменения температуры и давления. Соответственно, высокотемпературные области в составе микросистем должны по экспериментальным данным преобладать липидные и аминогислотные компоненты, а вот на плеотиле возникать уже в более низкой температурной области, где происходит инверсия и формируются первичные сообщества микроорганизмов. Но температурные интервалы рассматриваются такие, предбиологическая стадия, а это в спрингере. Надеюсь, что к концу года она появится. Печатель без заключения. Первое. Возникновение первичных форм жизни на планетах и малых телах возможно только через термогермическую версию. Второе. Колебание предбиологических микросистем вокруг точки бифоркации является переходным состоянием жизни. И третье. Зарождение первичных сообществ на ранней земле произошло во фруктуирующих условиях гидротермальных систем. Спасибо за внимание.